Здравствуйте! Места при усадебной территории, полностью открытые солнцу считаются тяжелыми для освоения, так как такие условия подходят не всем растениям. Если нет возможности тратить много времени на уход за садом, стоит обратить внимание на засухоустойчивые многолетники для солнечных мест. Давайте разберемся, какие культуры подходят для открытого места и что надо предусмотреть, высаживая растения на солнцепёке. Открытое, залитое солнцем пространство подходит многим растительным видам. Теплолюбивые культуры хорошо прогреваются, что важно для их полноценного питания и роста. Также важна роль солнца как естественного дезинфектора, так как оно просушивает листья и не даёт застаиваться влаги на поверхности почвы. Это всё снижает вероятность развития гнилостных процессов и появления грибковых болезней. Однако даже для растений, которые любят солнце и жару, условия солнечной лужайки у дома могут оказаться неблагоприятными. Поэтому перед высаживанием растений на солнце необходимо опираться на следующие возможности. Интенсивное солнце пересушивает землю и приводит к ожогам листьев. В сухое и жаркое лето могут пострадать даже теплолюбивые культуры. Открытый участок можно сделать более комфортным, если дополнить его системой автополива. Продуманная регулировка влажности позволит расширить диапазон выращиваемых культур и создать более разнообразные композиции. Однако любую систему следует использовать лишь до восхода солнца или поздно вечером, чтобы капли воды на листьях не вызвали ожоги. Также подходящим решением для солнечного места станет фонтан. Он не только увлажнит воздух, но и станет изюминкой ландшафта. Для обустройства постоянно освещенного участка подойдет небольшой фонтан на солнечных батареях. Надо лишь расположить его так, чтобы ветер не заносил брызги на растения и не переувлажнял их. Декоративный водоем также способен повысить влажность. Но у водоема есть минус – на солнце интенсивно растут водные растения и если их не прореживать, водоем быстро превратится в болотце. Бороться с разрастанием подводной флоры и цветением на поверхности поможет организация искусственного движения воды. Весной на открытых делянках снег тает рано, и растения могут оказаться беззащитными перед весенними заморозками. Необходимо позаботиться о хорошо проветриваемых укрытиях, например, вентиляция нужна, чтобы избежать эффекта парника, когда растения могут сопреть. Многие солнцелюбивые многолетники плохо переносят контраст температур между днем и ночью. В средней полосе России он бывает значительным даже в мае или в августе. Решением может стать выбор районированных, подходящих для данного региона, сортов. Особо деликатные сорта можно высадить около дома, днем поверхность стены, аккумулирует тепло, а ночью его отдают. Той же способностью обладают крупные камни, поэтому под солнцем хорошо устраивать ракарий. Теплолюбивые культуры, как правило, плохо переносят сквозняки. Защитой станет стена дома, живая изгородь или кустарник, посаженный в нужном месте. Выбор растений, хорошо чувствующих себя на открытом месте, обширен. Без дополнительных мер постоянное солнце хорошо переносят суккуленты. Это группа растений родом из засушливых мест. Их общей чертой является способность запасать влагу в мясистых листьях. Виды с опушенными листьями, например, анофалис. Опушенные листья – это защитный механизм, уменьшающий потери влаги. У многих луковичных растений в луковице накапливается достаточно воды и питательных веществ, чтобы противостоять жаре. Также растения, листья и стебли которых имеют сизую или серебристую окраску, которые нередко дополняются опушкой или восковым налетом. Необычная окраска не дает перегреваться листьям. Она характерна, например, для многих сортов полыни и гвоздики. Виды с вырожденными небольшими и узкими листьями, а это большая часть хвойных и акаций. Также виды родом из степных и пустынных зон. В наших садах это, как правило, злаковые травы с узкими, длинными листьями. Среди всего этого многообразия дачники и садоводы отдают предпочтение многолетникам, поскольку засухоустойчивые многолетники обладают следующими преимуществами выращивания. Посадки и клумбы сохраняют декоративность на протяжении нескольких сезонов. Вам не придется каждый год обновлять и пересаживать свой миксбордер или ракарий. Большинство многолетников обладают зимостойкостью. Им не нужна особая защита на время зимовки. Многолетние культуры отличаются хорошо развитой корневой системой, многие виды рано расцветают и обладают продолжительным сроком цветения. И ежегодный уход за клумбой не требует много трат сил, времени и финансов. Засухоустойчивые многолетники особенно полезны тем хозяевам, у которых нет времени для регулярного ухода за цветником. Растения разнообразны и декоративны. С их помощью можно оформить клумбу в саду, лужайку перед фасадом или палисаднику входа. У хозяина, раздумывающего, что посадить на санцепёки из многолетников, имеется богатый выбор из различных типов флоры, цветов, трав и почвопокровников. Засухоустойчивые почвопокровные культуры это настоящая палочка-выручалочка, ведь они способны преобразить любое место, несмотря на скудный полив и постоянное солнце. К популярным относят следующие виды. Очиток – это обширный род суккулентных растений, каждый представитель которого запасает воду в толстых листьях и потому способен обходиться практически без полива. Очитки разнообразны по размеру, форме и цвету листьев и соцветий их высаживают на солнечных клумбах и ракариях, ведь из них получается красивый плотный бордюр. Мшанка или ирландский мох – это многолетний травянистый вид, используется в ковровых и горных композициях, где образует плотный покров, напоминающий мох. Мшанка любит солнечные места, ценится за неприхотливость и декоративность, цветёт с июля по сентябрь. Растение достаточно зимостойкое, но в бесснежную зиму может пострадать от мороза. Молодила – это многолетняя трава с необычными мясистыми листьями. Вырастая, образует густую розетку листьев. Суккулент происходит из горных районов, поэтому прекрасно растёт в спартанских условиях и практически не требует полива. Молодила хорошо гибридизируется, к настоящему времени выведено много декоративных сортов. У живучки известно около 70 видов, для России характерна живучка ползучая с прямостоячим стеблем и синими цветками в колоссовидных соцветиях. Название отражает способность витка выживать при самых неблагоприятных условиях. В саду высаживают как высокие, так и ползучие формы, быстро образующие живописный ковёр. Флокс шиловидный. Особенность этого многолетника для солнечных мест – это мелкие, напоминающие шило листья, окраска которых не меняется с приходом зимы. Выведено много сортов с разнообразной окраской цветов – белый, красный, голубой, лиловый и розовый. Интересно, что цветок лучше растёт на бедном и сухом грунте, чем на плодородном. Садовый почвопокровник – частец шерстистый или византийский, отличается широкими листьями серебристо-белой опушкой. Благодаря форме и опушке цветок часто называют овечьими ушками. Существует много сортов с оригинальной окраской листьев. Частец растёт быстро, образуя куртины, до 1 метра в диаметре. Вербейник монетный. Культивируется как почвопокровное и декоративное ампельное растение, у него выведено много сортов, в том числе с пурпурными листьями. Растение неприхотливо, но нуждается в частичной защите от солнца. Лучше себя чувствует около фонтана или на берегу декоративного пруда. Ассортимент цветов, способных без вреда для себя выдержать продолжительную засуху, чрезвычайно велик. В число распространённых цветковых растений для солнечной стороны участка входит. Флокс метельчатый – это популярное садовое декоративное растение родом из юго-восточных регионов США. Селекция флоксов ведётся с 19 века, выведено множество сортов с разнообразной окраской цветов и пышным цветением. Одни сорта хорошо себя чувствуют на открытом солнце, другим нужна полутень, чтобы цветки не выгорали. Для пионов предпочтительно залитые солнцем участки, но они хорошо переносят и непродолжительное затенение в середине дня. Полив нужен редко, в основном в конце мая, начале июня, когда идёт формирование цветков. Без полива цветов будет меньше и не таких крупных. Лилейники широко используются садоводами в одиночных и групповых посадках. Лилейники любят солнце, цветение будет пышным и массовым только на хорошо освещенном участке, а многие гибриды не откроют цветок полностью в полутени. Астроальпийская – это засухоустойчивый многолетник, сохраняющий цветение до самых заморозков. Астра напоминает ромашку или маргаритку, а окрас цветов разнообразен – от белого до фиолетового. Это один из самых распространённых декоративных цветов, пригодный для высадки на альпийской горке или для бордюра. Ирисы культивируются не одно столетие, поэтому к настоящему времени доступно много сортов на любой вкус. Для сухого открытого места выбирают выносливые засухоустойчивые и морозостойкие сорта, например, ирис щетинистый, сибирский и русский. В качестве растения для солнечной стороны представляют интерес сорта горных колокольчиков высотой 10-15 см, ведь они светолюбивы, морозоустойчивы, не нуждаются в укрытии на зиму и хорошо растут на каменистом ландшафте. Эхиноцея – это декоративный лекарственный вид. Напоминает ромашку с лепестками розового, жёлтого или белого цвета. Эхиноцея любит солнце. Её выращивают в миксбордерах или отдельными группами. Ценятся за сухоустойчивость и общую неприхотливость. Рудбекия выделяется в любой композиции эффектными соцветиями, жёлто-оранжевого цвета с тёмной сердцевиной. Высота рудбекии варьируется в пределах от 30 до 170 см, но любой сорт будет хорошо расти под солнцем, не требуя тщательного ухода и обильного полива. Декоративные травы всё чаще становятся выбором садоводов, решающих, что посадить на солнечной стороне участка. Ведь многолетники из цветов не всегда позволяют озеленить большое пространство. Если вы хотите создать в саду природную атмосферу и наслаждаться ею круглый год, то подойдут следующие травы для сухих мест. Овсяница сизая выглядит как компактные кустики серо-голубого цвета. Злак вырастает до 50 см и образует практически идеальную сферическую форму, что смотрится декоративно даже на голой почве. Колосняк песчаный – это многолетник с практически голубыми жёсткими листьями, вырастает до 120 см, хорошо зимует в средней полосе. Имеет гармоничный вид рядом с многолетниками, цветущими синими или фиолетовыми цветами, также рядом с пурпурной листвой. Сад в степном стиле требует минимального ухода, и бутелуа изящная или бизонья трава прекрасно дополнит любую композицию. Её особенность – это метёлки соцветий, напоминающие щётку или пропеллер. Вейник остроцветковый подойдёт в качестве главной вертикали для садовой композиции. У злака прочные и прямостоячие стебли, заканчивающиеся пушистыми светлыми метёлками соцветий. Засухоустойчивые многолетники востребованы на открытых участках с минимальным затенением. Такие культуры не требуют полива в течение длительного времени или вообще обходятся без него. Растения для солнечных мест характеризуются особыми признаками. У одних могут быть мелкие или сильно рассечённые листья. У других листья, мясистые или покрытые опушкой, имеют сизую или серебристую окраску. В число культур, предпочитающих солнце, входят разнообразные почвопокровные виды, цветы и декоративные в большинстве злаковые травы. Их используют для оформления клумб, бордюров, альпийских горок и приствольных кругов деревьев. Ну вот и всё на сегодня. Все эти растения можно приобрести, перейдя по ссылке в описании или в закреплённом комментарии под роликом. Подписывайтесь, ставьте лайк и делитесь этим видео и оставляйте комментарий. Также переходите по ссылкам на другие платформы с нашим каналом. Ссылки также найдёте в описании под роликом. И если хотите поддержать канал, то ссылки тоже в описании. Спасибо за просмотр и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова